Здравствуйте! В Эстонии в эти дни медийный горизонт сузился до выборов. Но для Европы наши выборы не то событие, о котором СМИ пишут с утра до вечера. Европейцы куда чаще думают о 29 марта. Эта дата точно не станет фатальной для ЕС, однако рискует сделаться роковой для отдельно взятой страны, которая собралась из ЕС выйти. Призрак бродит по Европе. Призрак Брексита. О технической стране дело уже говорено-переговорено. И она, честно говоря, не столь интересна. Пока ясно только то, что Брексит зашел в тупик и с большой вероятностью рискует кончиться очень неприятно для Великобритании. Выходом из ЕС без соглашений. В никуда. С огромными экономическими потерями. Ясно, что потери понесут не только британцы, но и их соседи-ирландцы и европейцы на континенте. Этого никто не хочет. Увы, по иронии судьбы, другие варианты до сих пор блокировались группами британских политиков, движимых, как водится, частными интересами и личными эмоциями. Как могло случиться, что Великобритания, наследница британской империи, над которой не заходило солнце, пала так низко? Почему демократия, которой британцы гордятся уже много веков, внезапно дала сбой? Как вообще можно за пару лет порвать имидж своей страны, простите, на британский флаг? Наблюдатели пишут, бывшему премьер-министру Дэвиду Кэмерону, при котором политики и затеяли Брексит, удалось то, чего так и не смогли добиться испанская непобедимая армада Наполеон и Гитлер. Великобритания, наконец, потерпела поражение. Причем потерпела от своих же. Брекситеры, конечно, твердят, что их враг Европейский Союз. Борис Джонсон в свое время даже сравнил Европу с Гитлером. Только вот знаменитая речь Черчилля, в которой он призывал драться с врагом повсюду, драться во Франции, драться на морях и океанах, защищать наш остров любой ценой, драться на пляжах, в полях, на улицах. Эта речь обернулась фарсом. Как заметил один шотландский писатель, мы будем драться на пляжах с самими собой. Именно это и происходит. Великобритания расколота, сторонники и противники Брексита злятся друг на друга, правительство парализовано. Уж Брексит близится, а выхода все нет. Так что же произошло? Одни говорят, что во всем виновата Британская империя. Дескать, она воспитала в элите комплекс превосходства. Другие, что британцев охватила истерика, и они подсознательно ищут героического поражения. А я, пожалуй, соглашусь с теми, кто видит корень зла в популизме и некомпетентности. Любой кризис выявляет прежде всего слабые звенья, и в британском руководстве их оказалось многовато. Тотальная неспособность всех ведущих политиков просчитать ситуацию на два хода вперед. Не самая умная надежда на то, что мы как-нибудь проскочим. И абсолютное нежелание признать ошибки их исправить. Вот то, что может погубить самую устойчивую демократию. Что уж говорить о неустойчивых. До встречи через неделю.